Тема сегодняшнего доклада, как всегда, немножко политическая, она будет называться «Обнуление Японии». Я утверждаю, что уже очевидно, что часть производства в мире и часть финансов в мире лишних, их надо каким-то образом обнулить, и проще всего это будет сделано. Что значит «Обнуление»? Лишнее то, что существует… Денег больше, чем можно на них купить. Да, перепроизводство автомобилей, допустим, существует. Ну, один из примеров. Нет, только перепроизводство денег, на самом деле, а не автомобиль. И перепроизводство денег, и перепроизводство автомобилей, и много чего лишнего такого в мире получается. Но когда у тебя лишние производственные мощности, в это время примерно два раза выше автомобильные, чем это требуется. С другой стороны, есть перепроизводство «Ядаков». А ты подожди. Ну что, все в мире обеспечено личным автоавтомобилем? Они не обеспечены, но платежеспособный спрос на автомобили… Значит, перепроизводство чего? На автомобиле есть себестоимость. Да. А на автомобиле есть и дальненькая себестоимость, например. И все продают по этой себестоимости. Да. И по этой себестоимости, в таких количествах, какие существуют мощности, их не продают. Нет, ну там, якобы, Севестоимость очень… Я говорю сразу же, что автомобиль – это всего лишь один из многочисленных примеров. Это касается и большой другой сферы человеческой деятельности. Ну, рынка бытовой техники, перепроизводство денег, еще чего-то. И об этом всем буду говорить подробно. Ну, представляешь, мы будем сидеть голодные, и об этом будет утверждаться, что у нас следующий год год – это удовольствие. Да, да. Ну, как было реликую депрессию, так оно и было, да. Ну, хочу обратить внимание, что тема сегодняшнего доклада «Обнуление Японии» как раз не имеет отношения именно к перепроизводству подовольствия. Она имеет отношение Японии к перепроизводству ядаков. Они явно японцы, они лишены на этом празднике жизни. Ну, короче. Замечательно. Значит, у нас, смотрите, какая на сегодняшний день сложилась ситуация в мире. У нас кто-то на этом празднике жизни, в первую очередь, из стран золотого миллиарда, оказывается лишним. Ясно, что это не Гренция, она слишком маленькая. Ясно, что это не Португалия, она тоже слишком маленькая. Ясно, что это не Франция, она слишком независимая. Ясно, что это не Британия, она слишком важна. Вообще-то как-то для России, если… Россия не принадлежит странам золотого миллиарда. И можно объяснить, почему ее слить нельзя. Тем не менее, у нас существует одна страна, которая является, по сути, на сегодняшний день, страной зомби. Вот нашествие зомби, я как раз про это помню. Почему? Потому что мы помним, что Япония очень интенсивно росла. В 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. В начале 90-х лет там разродился громадный кризис. Из этого кризиса Япония, прошедшие уже почти 25 лет, не видеть и не может. Ее производство где-то стабнирует, где-то сильно уменьшается. Банки, как были полуживыми организмами, так и не являются полуживыми организмами. В чем основания и особенности того японского кризиса? Ну, мы все помним, что в Японии в тот момент был громадный пузырь на рынке недвижимости. В частности, считалось, оценивалось, что земля, которая находится под императорским дворцом, вот ее, там несколько десятков гектаров, в момент этого кризиса стоило дороже, чем вся земля и вся недвижимость штата Калифорнии Американского. То есть все было пережито это. Когда этот пузырь начал схлапываться, стало понятно, что ни один из японских банков, активы которого были обеспечены недвижимостью, схлапывание этого пузыря не переживет. Японцы придумали следующий фильм «Тусшане». Они запретили продажу земли. Вместо этого ввели права аренды на 99 лет. Что это значит? Это означает, что у тебя земля по бумажкам остается у собственника. Таким образом эти активы банковские, те сумасшедшие деньги, которые на бумаге, столько и стоят. А ты приходишь к новым отношениям к земле. То есть ты даешь право аренды друг другу. Перепродаешь или перепродаешь. То есть аренда как раз начала падать. А землю продавать было нельзя. И в результате банки оказались, что создалась у нас иллюзия или видимость того, что банки у нас живые. И центральный банк Японии начал уделять им кредиты соответственно. Но по факту, сколько мы не делаем вид, банки японские все это некие зомби. Они делают вид, что они живы. На самом деле они давно, а именно в 91 году, все давно умерли. Точно так же выглядит себя и японская промышленность. Что такое японская промышленность? Японская промышленность, как мы думаем, это предприятия, которые прибыльные и приносят свои прибыли. Ничего подобного. Японские предприятия, все ведущие концерны, они убыточны. Но для того, чтобы эта убыточность не привела к банковству предприятий, к разорению, к чего-либо еще, Центробанк всякий раз выделяет им новые кредиты. Берет какая-нибудь Sony, наторговала на минус 10 миллиардов, а он отдает эти 10 миллиардов в качестве кредита. Но что у них еще возникнет, какая интересная вещь. И тогда из этих кредитов, для того чтобы сохранить объемы производства, также японское автомобилестроение продает автомобили как на внутреннем, так и внешнем рынке по ниже себестоимости. Еще разница в этой себестоимости покрывает Центробанк японский своими кредитами. То есть мы видим, что мы видим с одной стороны японскую банковскую систему, которая давно мертва, а с другой стороны ее промышленность, которая еще мертвее мертвых. Она вся убыточна, полностью погуляет. И люди, которые там были, говорят, что там поразительно низкий уровень жизни. Несмотря на то, что Йена очень переоценена, там поразительно низкий уровень жизни. Кстати, то, что Йена так переоценена, по всей видимости показывает, что Япония не является полной самостоятельной страной суверенной. По большому счету, американцы как ее управляли, так и управляют. С другой стороны, мы видим, что как только появился на рынке призрак дефицита ядерного топлива, то тут же произошла наша знаменитая Фокусима по странному закону своему. Япония внезапно и быстро решила отказаться от всего ядерного топлива, которого только бы не было в мире. Вот от своих атернативных электростанций. Вместо этого она завозит газ и она завозит жижину, в первую очередь. И завозит нефть. И она в этой мощности своей электрической генерации таким образом закрывает с помощью обычного углеводородного сырья. В этом смысле она начинает формировать громадный поток, некий дополнительный спрос на всевозможного рода энергоресурсы. Ну, в самом деле, вот наш знаменитый Экатар. Он одна из самых эффективных экономик на сегодняшний день. Основанно в том, что он настроил много газооружижающих заводов для той простой причины, чтобы предоставлять их на рынок США. У тех появилась станция революция, что в Японии невозможно, разумеется, да? Появилась станция революции, и газ им оказался не нужен. Японцы вот этот газ сейчас скупают рынки, поэтому эти высокие цены на газ, по большому счету, и на нефть, они за счет Японии во многом смысле здесь делают. Именно оно. Мы таким образом, если эффективно реализовать нынешнюю ситуацию Японии, мы видим, что она совершенно лишняя на праздники жизни. Ее неконкуратно способная промышленность абсолютно, которая должна по закону свободного капиталистического рынка давно была банкротиться и разориться, составляет конкуренцию промышленности, притом совершенно незаконным, странным образом, как некий такой фокус какой-то, более-менее конкурентно способной промышленности, скажем, американской или какой-либо еще. Ее банковская система, именно она является одним из крупнейших имитентов в мире. Долг государственной Японии составляет 350%. Правда, в основном это внутренний долг. То есть внутренние игроки покупают облигации займа, собственно, японского банка. То есть это долг внутренний, а не внешний. Внешний долг невелик. Но вот это и плюс. Это означает, что в случае с Японией хоть что-то, то окажется, что внешние игроки пострадают очень слабо. Пострадает опять внутренний рынок. Кроме того, у нас сейчас в связи с высокой стоимостью энергии и ресурсов очень высокие цены на продовольствие, как никогда и высокие. Япония – это та страна, которая очень много потребляет продовольствия в мире. Но одновременно она, безусловно, по нему интересительна. Мы видим, что и по этому принципу она явно чужая на праздники жизни. И самое важное – это страна, с которой делать можно все что угодно. Это страна, которая не является суверенным. Она не обладает собственной субъектностью. Ни в коем случае. То есть это страна с лишней никому не нужной мертвой промышленности. Это страна с лишней никому не нужной умершей банковской системой зомби. Это страна, которая продуцирует таким образом излишний спрос на пшеницу и на энергоресурсы. И это страна, которая не вполне суверенна. То есть она не может дать несущий человек собственный ответ. Поэтому я говорю, что исходя из этих фактов, мне как представляется правильным сделать вывод, что мы сейчас очень скоро увидим так называемое обновление Японии. Именно умножение Японии на ноль. Просто на ноль. И там же очень много людей живет. Ну там, что 8 миллионов человек. Как произойдет, это я не знаю. Произойдет ли либо это в форме… Будет такая финансовая атомная бомба? Я боюсь, что не атомная бомба будет, но будет не финансовая. Что не финансовая, что будет самая настоящая. Не, ну можно… Я слышал такую версию, что тут ожидается, что… А куда ее бросит? Подожди, сейчас скажу, как это будет происходить? Ожидается, что эти японские страна в принципе должны уйти по отводу. Вот так по ноль было. По строкам. Вот они в принципе и уйдут. И первый, и… Ласточка у этого уже есть. Как вы знаете, в Нью-Йорке было такого недавно вот улаганом. Там электричества не было, чего-либо еще. Это первая ласточка, что Япония уйдет под воду. Значит, смотрите, как это будет происходить. Вполне возможно, все произойдет по мягкому сценарию. А именно, произойдет великое обрушение Японии, напоминающее обрушение России начало 90-х лет. Может быть. Это будет финансовая атомная бомба, это что называется. Ну, то есть, этот пузырь банковский, вот так, гнойник, его порвет тут же их… Почему его порвет? Ну, ты сам пойми, что невозможно откладывать долг в долгий ящик, потому что рано или поздно он накопится. Нет, я с тобой согласен. Я с тобой согласен, в том смысле, что Япония единственное, что они доказали за последние 25 лет. Бюджет какого у них так долга? Сколько бюджетов-то долга? 250. Ну, это же копейки, в сравнении. 250 ВВП. 250 ВВП, почему копейки? Это примерно, вот сейчас на скидку сказать, это примерно в районе 10-ти триллионов долларов. Что у них в такую ВВП громадную? Около 4-х триллионов. Да. У США? Они же третья экономика мира. У США время тринадцати. Я тоже на скидку. У них больше, чем в два раза больше, чем у нас. Вообще страна. Но это при всем при том, что это все что-то делает автомобиль. Люди ходят на работу, банковские системы все это бегают. Представляешь, они ходят на предприятия, которые давно производят только убыток. Этот убыток закрывается за счет кредита Центрального банка. А Центральный банк, опять-таки это население покупает облигации Центрального банка. Я знаю же, с собой Валь, в чем согласен? Что эту ситуацию, вот они 25 лет ее длят, что они еще ее 25 лет могут запросто длить. Если не будет внешнего... Автомовремени, раз они продают себе стоимость, допустим, те же машины, ни в мире не сможет нигде, ни как рынок. Нет. Несмотря на это, их себестоимость, при всем при этом, за счет очень высокой стоимости их рабочей силы внутри, за счет переоцененности иены, они при всем при этом, автомобили все равно оказываются торги. Все равно их производство автомобилей в той же Японии резко сокращается. Не помню цифру, потому что я говорю по специальности университетов. Реально, по сравнению с 90-х годами, оно продолжает резко сокращаться очень сильно. Ничего качественного, по поводу их техники. Качественного. Это все обратили внимание, да? Что раньше СОНИ было, а теперь это не потрясло какое-то просто. Они проиграли всю технологическую войну корейцам на рынке бытовой техники. Согласитесь, проиграли. У нас это особенно видно. Сейчас еще китайцы говорят подвинуться. Да, китайцы сейчас будут делать это что-либо еще. И все, так говорит, труба. Поэтому, как бы, золотой миллиард, для того, чтобы сохраниться, должен сбросить некий балласт корабля, которого не жалко. Вот на одном из автошоков, на одном из этом, видел, что человек пришел таким же водом, как я, примерно. Он говорил следующим образом. Ну, представьте себе, что мы все летим на воздушном шаре, и надо сбрасить балласт. Все сбрасывают все, что угодно туда. Потом измерительные инструменты пошли. Потом продовольствие, что-либо еще. Шаг продолжает падать. И тут стоит вопрос, кого сбросить с этого. И кого не жалко, кого не жалко. Те, там, на Дальнем Востоке, так называемый золотой миллиард, косоглазые японцы, вот их не жалко. Их не жалко, их надо с этого сбросить. И действительно, у нас два крупнейших эмиссии, ну, сейчас третий добавился, центры эмиссии, производства имеспечных денег. Для того, что американцам более эффективно производить эти эмиссионные центры, надо закрыть остальные эмиссионные центры. Вот такой вопрос. То, что ты сказал, что там, как бы, государственный банк открывает. Да. И это же, как бы, элементы государственного регулирования уже. Да, да, да. Как и российская экономика, когда не было какого-то скачка, то непонятно сколько угодно. Я с тобой согласен, что они 25 лет так живут, они ещё 25 лет смогут жить так. Еще 25 лет они смогут вот так же жить. Не, ну рано-ли korkо придётся. Не придётся, если они будут переходить на государственный капитализм, но они их давно были госкапитализмом с государственными капитализмами. Тогда им вообще ничего не скажет. У Кони вообще специфическая экономика. У них внутренняя нищета граничит с высокоразвитой экономикой, которая только на экспорт. У них же чистая экспортная экономика. А население нищее. Но оно не нищее опять-таки. Население, которое очень мало тратит на себя, на что-либо. Оно живет в очень маленьких квартирах. Я в свое время попсетил выставку и выступление одного популярного японского архитектора. Они слайды показывают продукты. Вот представляете себе, как бы вам объяснить. Типичный дом пригорели. Вот это как моя комната. От ограды, то есть от конца участка отступлено всего полметра, не метра, а полметра. И посередине стоит дом. Притом они дом делают таким образом, что он стоит на фундаменте. И сверху дверь сделана, куда она в небытие. Спрашивают, зачем? Если у японцев родится ребенок в этой семье, то они настроят второй этаж, и эта дверь будет туда. То есть такая блочная система. То есть вы понимаете, там где-то было место даже для сада камней, по-моему, при входе. Вот вы представляете, что у нас получается. Практически двухэтажный дом сделан. Вот комната здесь 25 метров. Вот площадь у него основания метр двадцать, да? Вот он двухэтажный там стоит, где-то люди там еще живут. Комнатки очень маленькие, что-либо еще. Сюр состоит в том, что они показали фотку. И вот представляете, там от побережья до горы все вот такими беленькими домиками на таких участках застроено. Ух! Просто громадным количеством. Это вот. Такова стоимость. У них очень мобала. Почему они не строят высотные там большие квартиры? Нет, у них квартиры там большие. У них же мегаполисы тоже есть. У них квартиры все очень маленькие. Для японцев является стандартной вещью, когда они живут практически в чулане, то есть в комнате 8-9 метров. А всю жизнь их выходит наружу. Для японцев является наружу, в общественном пространстве. Для японцев является нормальным, когда для того, чтобы заниматься любовью, они снимают номер гостиницы. Это для них нормально. Это поразительно, для нас кажется. Но это нормально для японцев. Не просто там, что поднести миг мужу и жене, как это в Америке происходит, люди идут в мотель куда еще. Нет, это вот такая социальная практика. Это вот. И просто показывает, что люди чужие на празднике жизни. Они. То есть мы видим, что она совсем лишняя, не помню. Вообще для всего. А из чего мы видим, что она лишняя? Из того, что у нее экономика неэффективна, банковская система. А у кого? У США она эффективна. У США гораздо лучше. Так зачем? У США надо защитить собственников. Да. Сколько там в США внешний долг? Ну и что? Десятков триллионов. Не, ну у них один выплат. 17. Они 40? Нет. Ну если все считать, то 55. Ну так и японцы меня так еще больше насчитают, чем с их пенсионной системой и всем прочим. Но ты пойми, что, точнее не пойми, ты наверное сам хорошо понимаешь, что США суверенна. Она не позволит собой делать все, что кому угодно. А Япония, она не суверенна. Она как была страной по сути оккупированной, так она и осталась. У нее нет, собственно, ядерного оружия или что-либо еще. И еще тоже обратите внимание, что в годы кризиса в Африке хуже всех, по большому счету, пришлось именно тем странам и тем правительствам, которые плотнее всего сидели под американцами. Ну там уже его в бараку, допустим. Тогда его быстренько хоп и в тюрьму. А про-американский был про-американский. Дальше куда не было. Только потому что, когда потребовалось его скинуть, его тут же слили. По каким-то там причинам. Вот. То есть, вопрос теперь стоит, на мой взгляд, только в том смысле. Какого вида будет атомная бомба эта? Либо она будет финансовой чисто, либо эта атомная бомба будет чисто настоящей атомной бомбой. Как это должно произойти? Есть такой популярный физик Игорь Стрецов. Он эту схему нарисовал. И он даже утверждает, что испытания этого были проведены. Это происходит. Берется плутоневый, либо урановый заряд. Там берется порядка 20-200 тонн урана 238 изотвалов. И в этом месте там сведоточено какое-то количество диетерита. Что у нас происходит? У нас проходит подрыв ядерным запалом термоядерного, то есть диетерита. После этого происходит термоядерный синтез, который заканчивается мощным выбросом нейтронов. У нас, потому что третий и литий, когда между собой взаимодействуют, то у нас всегда один нейтрон. Нейтронный бомб. Нет, у нее нейтрон лишний. Этот нейтрон летит и попадает, замедляется тихонечко в уран 238. Который тоже начинает разваливаться с положительным выбросом энергии. Именно 238-го. И вот таким образом у нас оказывается бомба сумасшедшей силы. Если вот так 20 тонн такой бомбы в контейнер, ты его кидаешь где-то, где-то его взорвает, то у тебя появится мощная волна какого-то большого размера. И все, что находится у тебя на побережье рядом, будет смыто. Волна, он говорит, километр в высоту. Километр в высоту. То есть у побережья. То есть искусственный цунами будет? Да, это будет было искусственное цунами, да. Есть версия, что и Фокусима тоже. Не Фокусима, а цунами там. Нет, Фокусима якобы цунами пришло, оно тоже было искусственное происхождение. Просто проба, проба как. Значит, Острецов в эту свою поддержку, в эту гипотезе говорит, что это какая-то страна неизвестная. Когда было 5 или 6 лет назад, это был известный цунами в Индонезии, Индии. Ну, в общем, азиатское цунами. Когда погибло, кто-то говорит, 300 тысяч человек, кто-то больше. Это и были попытки испытания подобного удара уже. То есть где-то пришла откуда-то такая здоровенная война, и она всех их смыла. Говорят, тот же Острецов говорит, и все остальные тоже, что так называемая авария на Фокусиме была всего лишь попытка не сбросить, а скрыть следы того, что цунами, только прияпонская была, оно носило характер ядерного происхождения. Ну, поскольку там всевозможный выброс продуктов распада урана происходит, его надо было как-то закрыть, спрятать. Закрыли его, спрятали вот этим выбросом радиоактивных материалов и сфокусили. Это же вообще, что-то знает что тогда. Ну, если немножко теорию заговора рассказывать. Это все теория заговора, да. Я просто говорю, ну вот такая точка. Просто можно так сделать, не обязательно же так сделали. Поэтому картинка рисуется обнуление и понятие. Это инище невозможно. Вторая, она очень просто. Что где-то в десяти, двадцати километров... Ты смеешься, что ли? Если такое у нас происходит... Где-то в десяти, двадцати километров от Токио... Где-то с своим фашизмом просто... Говорят, уже есть климатическое оружие, уже можно фильм отменять. Да. В течение где-то десяти, двадцати километров от Токио происходит срабатывание подобного рода устройства. В результате большую часть Японии с ее населениями смывает воду. Ну, по крайней мере, Токио и Акагама это около тридцати миллионов человек только. Япония со своим финансовым пузырем, своим эмиссионным центром, с лишней промышленностью никому не нужным, и бессмысленными никому не нужными едоками, и потребителями топлива, потребителями урана, ну то, что сейчас идет сильная конкуренция, оказывается, обнуляется. Никому не оказывается. Какое-то количество японцев выживает, но стоит там будет считать. Конечно, от этого достаточно сильно пострадают, скажем, Филиппины, они тоже получат волну в несколько десятков метров по всей Европе. Получат немного Китая, но так ему с наглазом и надо. Тут есть одно возражение, Никита, конечно. Знаешь ли, у нас планета достаточно маленькая стала, и вот так вот пытаться где-то что-то взрывать, где-то что-то кого-то топить, оно же на всех отзовется. Ну, отзовется чего? Ну, не получится ли так, что вот в обратку потом пойдет и сама же Америка ропнет? Это слишком ли страшно это будет для кого? Ну, надо поймить, что тот же Астрецов, этот сценарий он рассказывал не для Японии, Астрецов, о которой я говорю, он рассказывал для США. Потому что подавляющая часть населения США, она живет на побережье, или вблизи к нему. Километровая волна, она смывает американское население, ну, включая Чикаго, то есть подавляющее большинство США. Ну, он-то сильно, ну, я говорю, он сумасшедший, что с ним возьмешь, да. Нет, просто похоже на то, как плыть в какой-то лодке, дырку продырявить, и радоваться, что эта лодка утонет, и вместе с лодкой утонет другие. Он вместе с лодкой утонет и все остальные. Позиция Астрецова по этому поводу, она такова, опять-таки. Он говорит, что именно американцы потребляют на себя больше всего энергоресурсов, гораздо больше, чем все, ну, они потребляют порядка 45% всего энергоресурсов мира. И что именно они лишние напрасники жизни. Ну, просто логика здесь есть, если рынок ограниченный, да, и уже некуда экскенсивно расти, да, уже весь земной шарик уже, в принципе, все рынки остальные. То надо тех, кто производит уже сливать. Только так можно бороться. Лишних раз. И потребители ресурсов, которые конкурируют с тобой за ресурсы. Тоже надо сливать. Да, да. Конечно, конечно. Как их сливать, это нельзя. Самый гуманный способ, это вот такой. Тараканов в банке. Знаешь, посадили тараканов в банке. Они сидят-сидят и начинают делать другую курс. Сливаться куда? Сливаться некуда? Такая китайская карта разве не более навяженная для Америки, чем даже Япония? Нет, нет. Могу объяснить почему. Потому что ситуация такова, что Китай производит продукцию шерпотреба, экспортируя в Америку. А из остального мира он берет продукцию, средства производства. То есть станки, технологии и всякое прочее. У него в этом смысле любовь с Америкой и с Европой. То есть труднозатратные, грубые, трудно он берет на себя, а продолжает потреблять на секретологические продукции. Нет, ну это тактически. А с Японией это не так. Китай это же своеобразный цунами на Америку. Ну сейчас да, сейчас они в общем-то да. А японцы являются для Американцев и Западноевропейцев прямыми конкурентами. Они конкуренты за все. С китайцами потом можно разорваться. И китайцы получат тоже свою определенную воду удара. Потому что они, по большому счету, в значительном смысле сидят на японском переделе. А мне кажется, не пройдет это просто так. Я думаю, все это Зак вот-то вычистит в общем-то и он легко вычистит. Ну я тоже так думал. И я боюсь, что на самом деле... Ну ощущение того, что прошел на Америку вот этот Сенди-Сенди... Начнется третья мировая война. Сенди, кто с кем будет воевать? А? Скажи, кто и кто будет с кем воевать? Ну я думаю, почему-то как Восток-Запад будет воевать. Ну а кто с кем будет? Вот смоет Японию. У Японии сейчас еще особенность в Японии в том, что у нее очень отвратительное отношение со всем своим окружением. Скачевы же что? Разделились на индустриальные зоны что ли? То есть... А вот этот конфликт между Китайцами и Японцами из острова-то недавно был там. Ну и сейчас продолжается. Ну то есть это тоже... Это аспирировано в этом же ключе? У них отвратительное отношение. Это, знаешь, для чего? Это бывало случаи чего на Китае либо на Корее. Нет, ну потом... У меня есть логика какая. Одного слили. Потом Корея мешает опять же. Нет. Корея не слишком велика. Я ее не ссалют в этом смысле. Нет, она же как бы... Опасность состоит, что в следующем будет Америка. Ну... Просто... Если Астрецову верят, то сюжетом состоит, что Америка все равно будет. То есть Америка должна... А кто тогда... Как сказать... Родоначальники? Кто тогда эти... Защитчики за городом? Непонятно. Вроде казалось... Все... Ну... Все пути ведут в Америку, да? И Америка вроде все это должна организовать. А где, получается, в следующем будет Америка? Нет. Я хочу тебе сказать следующее. Что если Америка сейчас не сольет Японию, то поздно или рано сольют Америку. С точки зрения Америки нужно нанести примитивный удар для того, чтобы не стать потом жертвами. А кто по Америке-то ударил? Астрецов, опять-таки, говорил про какую-то единственную артиноамериканскую страну, у которой есть ядерный реактор. Ну, очевидно, что это Бразилия. Не знаю, верить этому не верить. Не, но то, что как бы... В другой стороне... Это японское что? Ну, просто понимаешь, для того, чтобы началась мировая война... Это не мировая война, это... Не, я понимаю, да. Но это самое... Для того, чтобы начались такие столкновения, нужно, чтобы мир снова разделился, как вот он был. А почему? Потому что международная компания, транснациональная, они же не связаны ни с каким государством. Да ты знаешь, как ни странно, вот они... Транснациональные, по сути, они очень между собой, между американцами и европейцами очень сильно. А японцы, они по-прежнему достаточно сильно удалены. Я же тебе говорю, что у них при их громадном долге, внешнем... Ой, ну, при громадном долге их, их внешний долг невелик относительно... Ну, порядка двух триллионов, по-моему, вот так. Двух, там, трех триллионов. То есть это немного. То есть они, как ни странно, при всем этом... У них же там, в японских компаниях... Вот, знаете, вот, Лемон Бразерс, когда сливали, да, потом... В итоге мы поимели кризис 2008 года, да? Да, да. Точно так же, если Японию обрушат... Да. Это будет еще больше кризис, потому что все банки с друг другом связаны. И не получится так, что локально, может быть, в одной стране какие-то банки там обнулить, а все остальные не пострадают. Ну, так вот, надо обнулить... Кризис Юрбиев, как происходит? Так надо обнулить... Мы с ним связаны. Нет, ты смотри, поэтому обнулить, я считаю, что им надо разом. Ты возьмешь разом это дело обнулишь, а потом хоп, а фурс-мажор. А вот давайте обрежем на бумаге все вот эти ниточки с ними, поскольку их уже больше нет, и будем жить дальше счастливо и спокойно. Кризис с Лемоном-Разесом — это, в первую очередь, кризис доверия. А какой же кризис доверия? Я скажу, что это слишком простое решение, боюсь, что оно будет нереальным. Все простые решения не удаются на практике, всегда должен быть какой-то компромисс. Слишком уж простое у тебя решение — взять вот одному слить и все. Да. Но это тоже, я тоже полагаю... Я полагаю, что это будет отсрочка, отсрочка. Да, только посмотреть надо. Это отсрочка будет всего лишь. Никто не смотрел, кому Америка больше всех задолжала. Япония, в частности. Нет, да. В первую очередь Китай, но в втором месте Япония, да. То есть в основном долг, кому он должна, должна Япония и Китая. Да-да, тогда они заинтересованы в прямом смысле. В том, что Япония продолжает наращивать долг, а Китай в последнее время начал долг сокращать. Вообще-то и мы тоже сейчас долг не наращиваем. У нас очень медленно сейчас растут эти золотомолитальные зерны. Они начали его сокращать. И именно они вот сейчас, например, высокие цены на энергоресурсы держат. Я говорю, что мне хотелось, чтобы тот сценарий, который я сегодня нарисовал перед вами тут, он не сбылся. Потому что 100 миллионов человек – это из 100 миллионов человек. Нет, просто люди-то останутся, наверное. Ну, несколько человек, да. Почему? Люди будут продолжать жить. Ты пойми сам, что на самом деле для того, чтобы восстанавливать Японию, опять же нужно будет много средств туда вкачать. Будут опять же работать те же экономики. Это же как война. Война для чего организуется? Не для того, чтобы территорию захватить. Да, чтобы было, чтобы восстанавливать. Чтобы воздушно-то структуру вторую плачь. Да, чтобы заново все построить. Ну, не знаю я. Если Киловена там пройдет, то я не думаю, что там что-то особое можно восстанавливать. И стоит. Да. Может, пора с капиталистом заканчивать? Не, я не знаю, как это будет. Но у меня вот эта ситуация, я говорю, что с воздушного шара кого-то, я согласен с этим автором, с воздушного шара пора кого-то сбросить. Единственный коллектив в золотом миллиарде лучший претендент на то, чтобы возбросить воздушного шара, это Япония. Полететь в воздушный шар дальше, это непонятно. Но именно Япония, она сегодня лишняя на празднике жизни золотой миллиарды. Лишняя. Она никому не нужна. И ненавидит все ее окружение в Восточной Азии. Ну, тут действительно очевидно, что вот эта поляризация с этим неуклонно растущим американским долгом, и когда кредиторы это Китай и Япония, то, конечно, вот эти два полюса, тут Америка, а тут кому она должна. Да, да. А вообще-то мы тоже немедленно должны, мы там на каком, на четвертом месте? Ну, на четвертом-пятом, но у нас гораздо меньше. То есть, если там у Китая дело к трем триллионам шло, то где-то 500-600 было. Нет, у нас сейчас 500 счетов. А можно посмотреть по иконе, это более полутора точно, может быть два триллиона. Точно было более полутора, где-то вот так. Я выйдешь и не знаю, это легко посмотреть в интернете, сколько там происходит. Ну, вот я просто... А не проще просто доллар слить и все просто слить? А бесценный доллар? Одномоментно. Ну, непонятно. У меня всякая ситуация, кто на этом деле выиграет? Ну, что, слить этот Федеральный резервный банк. Ну, иди ты, обращайся. Кто такой Федеральный резервный банк? Они бумажки напечатали. А какое дело страна? Соединенные Американские Штаты имеют отношение к Федеральному резервному банку. Это какая-то частная контора, которая печатает эти зеленые бумажки. Обращайтесь. Пожалуйста. Как ты будешь... Я думаю, что доллар сам по себе очень выгоден. Ну, пока выгоден. Игорь говорит, что если вдруг наступает такой момент, что непонятно, кто должен первый с этого... Что за шансов комменти? Да, кого сбрасывать в качестве этого груза, понимаешь, лишнего там. То ли Америку сбрасывать, то ли Японию. Так, может быть, пора уже. Они же приготовились уже, у них уже и валюта есть. Ну, я просто... Валюта проблему не решит, понимаешь? То есть ты посделаешь... Сменишь валюту, устащенную. Ты тут же обрушишь весь мировой спрос. И тут еще вопрос, кто кем рулит? Резервный банк Америка или Америка? Ты сам же обрушишь. Весь мировой спрос на все обнаешь. Зачем это нужно? Кто после... Нет, вообще есть версия, что это... Все как бы нити ведут... Есть версия, что... Куда? Ну, что Англия всем заправлена. Там уже английские какие-то там эти... Круги, да. А не американские. И недаром резервная система, она как бы НАТО, организованная государственная. Угу. Честно, да. Кажется, что она непонятно, у кого находится в руках. Ну, это другой вопрос. Ну... Ведь вопрос, если же, аспект с Японией связан далеко не только с финансами. Это была и борьба за ресурсы, за продовольственные, за энергетические, это второе. И третье, это лишняя промышленность, лишние производственные мощности. Но у них-то мощные, конечно, да. Они в одно время вообще доминируют. Это где-то 8 миллионов не только одних автомобилей в год мирового производства. Совершенно лишним. Кому они нужны? У них же General Motors и прочие компании. Потому и начали разоряться, да. И находились постоянно в состоянии таком банкротства. Потому что японская промышленность. Ну, до определенного момента. Потом они их убедили поднять иену. И после этого все стало спокойно. Ну, сейчас там идет китайский, корейский навал, конечно же. Бразильский. Поверьте, Бразилия в год уже около более 3 миллионов автомобилей выпускает. У Бразилии самолеты хорошие с тобой выпускают. Да, да. Трех миллионов автомобилей. Ну, и вообще, на самом деле, в мире, на самом деле, действительно, как раньше, помните, говорили, перезил мир постоянно происходил. Да? И все эти министерские войны с этим связаны. А сейчас вот, вдруг, все уже поделено. Теперь вот, в принципе, уже. И еще не остается, кроме как уже своих же кушать. Знаешь, как вот это... Я говорю, как банки с тараканами, там, как полчаса. Если уже жрать-то нечего, надо тогда жрать друг друга. Но только все это щеревато, потому что есть... Это же понятно, что если американцы будут своих верных союзников сливать, никто потом будет... Они не верные союзники. Они вассалы. Они не союзники. Они нет никакого волноправия даже близко. Они находятся в НАТО? В НАТО? Не знаю. Находятся-находятся. Они полом нет. Они не могут находиться. Северо-Северо-Американские. Нигде они не могут находиться. Ни в каком военной организации. То есть, они как в Вторую мировую войну проиграли, так и остались в положении подчиненных? Да? Да. То есть, это как бы... Особенность была в том, что американцы после войны открыли свой рынок. Потом открыли у Китая. Они открыли свой рынок, и за счет этого Япония развивалась, по большому счету. Произошла какая-то вещь, она развивалась, развивалась. Где-то до начала 90-х. Все говорили об японском экономическом чуге. Слушай, а вот этот слив Японии сколько вам позволит мировой экономике существовать? А непонятно. Наверное, есть какая-то под это дело программа, и они что-то будет фундаментально перестроить. Ну, долгая достаточно. Долгая. Но они перестроят ее. А что перестроят? В каком-то проблеме? Ну, в каком-то. Ну, например, мы же сейчас... Мы все ждем очередной технологической волны. Какой-то. Технологическая волна не наступает. Вот эта волна, связанная с компьютерами, информационными технологиями, она прошла, а новые технологические волны запаздывают, ее не могут найти. Поэтому проблема, она в том числе состоит, что еще бы хотя бы год-два-три там продержаться, потом появится какая-то новая технология, новая экономическая волна. И пройдет массовое обновление и производства, и всего, всех сторон человеческой жизни, как это произошло со связью и компьютерами, и интернетом. Или как там, появилось когда, помните, появилось и было внезапно дыхание внутреннего сгорания. У всех были поселочные дорожки, лошадки, паровозики, кораблики, дирижабли. И лошадок на консервы извели там в течение 10 лет. Все покрылось сфортированными трассами, и коробка начала развиваться по другому направлению. Все символы пропадающего, там, уклада, паровоза, они все, у Пашка, правильно, с небытие, и экстремительный, и экстремический клад изменился. Как это произошло с компьютерами? Но эти технологические волны пока не дождались, и даже не очень понятно, чем она будет происходить. Я думаю, что появится биотехия, какое-нибудь крупное открытие будет взяло. Какая работа техника? Ну, она работа техника, просто про это давно так говорят, и ничего особо не дала. Ну что, станок из станок с мозгами только чуть-чуть больше. Вот. Но у нас что-то произойдет вот такое. Поэтому очень важно, ты можешь сидеть, ждать, и когда тебя понесет волна, то есть технологический вид того времени, как Америка, она же во многом на информационных технологиях тоже поднялась в очередной раз, да? А не потому что оказалось на время этой волны. И она в этой ситуации века. Ну, еще есть вещь, что всем выгодно, я имею в виду капиталистам, выгодно организовать маленькую войну, чтобы опять что-нибудь порушить, так сказать, капиталу на него слить. Понимаешь, что за война все вопросы решать, все долги списывают. Да, все спишут. Да, все спишут, да. Ну, видите, это дело такое, что если тебе удается отсидеться за океаном... Тогда безопасные вещи там можно проиграть. Да, ты за океаном готов отсидеться. А ты за океаном... Поэтому нужно экономического гиганта, но военного камерика замочить. И вот такая вещь, такая страна есть. И мы ее знаем. У нас есть Россия, которая прямо противоположная. Она экономический карлик, военный гигант. Ну, вообще-то очень много говорится о том, что как раз собирается Америка с Россией войну развязать. Причем не своими руками, а руками этих китайцев. Ну, это все фигня по большому счету. Просто пока существует вероятность долета хотя бы одной сатаны до Нью-Йорка. Это пока ситуация очень опасная. Если бы пришел какой-нибудь... Ну, переследник говорит, что сейчас уже возможно... А, не переследник, а Кургинян говорит, что теперь уже никого не пугает маленькая атомная война. Ну, маленькая атомная, да. Но сатана до Нью-Йорка, это не маленькая атомная война. Это 30 миллионов долгов. И вообще, как-то мы мрачно тут рассуждаем. Это же все. Могут, конечно, такие, знаешь... Нет, реально сейчас ситуация по-прежнему продолжается... Геополитический выдох, геополитический фантазик. Да, это сегодня воздух пропит. Да, он пропит. Об этом уже не говорится. То есть, у тебя на самом деле, на сегодняшний день в мире господствует концепция непременного ущерба. То есть, ты не будешь начинать войну, и себе в ответ будет нанесен непременный ущерб. Да? Вот, например, война на свете... А если они такой ущерб все-таки организуют, что никакая ракета не дает? Ну, мы уверены, что он работает. Достаточно одной сатаны. Одной сатаны до Нью-Йорка, чтобы ущерб был неприемлемым. Потому что, если она дает Нью-Йорка, то у тебя и Федеральный резерв не станет. Просто физически. Вот. Достаточно. Поэтому, американцам в отношении России должна быть очень понятная... Нет, у нас России сложно уйти. Понятная стратегия. Это попытка привезти сюда своего агента влияния собственное правительство, которое откажется от российского ядерного оружия. Ну, Украина же, по-моему, отказалась, да? Ну, и да, и все остальные отказались стране. Почему? Деларусь, по-моему, не отказалась? Отказалась. Все везде. Все находится... Ядерное оружие советское, оно находится на территории России. Почему не потянули там? Да. Эксплуатация какая? Не эксплуатация, а просто сами отказались. В этом цене... А Казахстан? Тоже. И все республики наши, да? Все только в России. А, ну, поэтому они должны к нам уже получать. В конце концов, придут там, вернутся, нет? Я не знаю. Союз восстановится в границах наших. Не знаю. Эта вот, эта концепция не кремля-либо общерба, она в насыщении России работает. Поэтому схема, она состоит так, что здесь нужна вот такая тихая, вязкая технология. Ну, и с другой стороны, на Америку и на Европу время работает. Потому что технологическое разложение, российское, оно продолжает набирать обороты. По большому счету. Продолжает набирать обороты, и просто тут дело с этим псом, чтобы только подождать. То есть не 10-20 лет. Но они подожгут Бразилию выскочить, чего не делали. Она и так уже там, может, по многим показателям подходит. Не знаю я. Я не знаю. Но это все равно ядерное оружие в сопоставимых масштабах есть только в этих, таких камышных, только у российских учеников. Но это неинтересный вопрос. Мне только раз интересно, что кого будут сейчас мочить. Мочить будут японцы. Ты так это говоришь, что это же и на всех отзовется, и на нас. И на нас отзовется. И на всех. И на нас отзовется, да. И на всех отзовется. Весь мир, мир, оно всегда изменится, он будет совсем другим. Поэтому покупайте эти. Европейские автомобили, японские. Потому что у вас кого до них не будет массовых фильтров. Да нет. Производитель как только сделает. Это все равно. Сколько тебе заплатили? Европейские автомобилии. И видеть доклады на последней фразы, да? А теперь реклама. Вот так. Я пытаюсь просто показать у меня логическую необходимость, логический смысл этого шага, который состоится во обнуление Японии. Жалко. Красиво. На самом деле есть такая версия, что американцы пытались как-то разжечь костер войны какой-нибудь там локальный. Типа на Ближнем Востоке где-нибудь еще там. Но может быть им просто это не удается, а может быть они не понимают, что это слишком опасно. Война лично управляет. Видишь, там Ближний Восток всегда, в версии Кургиняна или кого-либо еще они всегда говорили. Это ситуация для того, чтобы другая стратегия, типа обнуление Европы. Но это не так. Нет смысла им сейчас с Европой. Европа, как говорится в основном Германию. Потому что именно Германия, как бы она же после... Она до сих пор не может подняться после Второй мировой войны. И вот сейчас уже я начал набирать обороты. Она тоже своей субъектностью не обладает. У них там идут собственные разборки, но они не носят такой остроты, характер. Но они как бы свои, все равно, грубо говоря, косоглазок будут скидывать с воздушного шара первого. Не будет корректно, хорошо. Чувствуя... Американцы-то стратегически все равно... Вот Пересекина, например, они говорят следующую вещь, что у них работа телекококеанская камера-книжка. Из-за нее была заменена в Петербурге несколько консулов. Там описывался сценарий русско-яконской военачальной. Но сейчас, вы обратите внимание, что одно дело к этому ушло. Но после того, как случилось цунами, то это дело тут же заглохло. Все тут же, полная тушина. То есть к этому шло, шло определенное расстание напряженности в отношении между Россией, под предлогом Курисовского острова общества. Но они там какие-то заявления уже неадекватные делали, когда наш президент поехал. И как только это было, сейчас тише гладь. Но сейчас их состоит. То есть вполне возможно, что был такой результат, что слив Японии в результате войны с Россией. Тоже это один из... То есть прорабатывалось несколько новых проектов? Конечно, конечно. Это был один из проектов, который втравить Японию в войну с Россией на Востоке. Вот. И таким образом. Но оказалось, что политические сдержки очень велики. Потому что цель ее состоит оставить Россию максимально. Да? Такого проекта. И одновременно с одной стороны. А с другой стороны уничтожить Японию. И репутационные сдержки, если бы дали бы России мочить Японию, и американцы за них не ступились бы, репутационные сдержки были слишком велики. И таким образом Россия вместо своего ослабления получила бы повышение своего статуса и авторитета. Поэтому эта схема проселивности, вот этот проект, он приказал долго жить. И единственное, что я сейчас вижу, это действительно какое-то неожиданное цунами. Ну, как вот этот санит, который наступил на Америку, на нее внезапно. Я полагаю, что нынешний тайфун, который пришел в Нью-Йорк, это как раз является пиар-ходом или некой подготовкой. Репетиция? Да. Некой пиар-разминкой перед... Что такое бывает, ну? Да. Что такое бывает, бывает даже с американцами. Вот мы тут там страдаем, там и так далее. А вы заметите, как везде, везде эта новость. Уже не интересно просто. А на всех радиостанциях, по телевидению, обратно отчет идет, мы вам типа покажем в прямом эфире, что там произошло. Кому это интересно? Ну, сказали, что там что-то произошло. А теперь возьмем, а теперь то же самое случилось, только больше к масштадам с японцами. Японцев жалко, но мы тоже страдали. Там же погибло сколько? 10-20 человек? Да. Больше даже, может быть, человек 30 погибло. Ну, кто их считает, там 30 миллионов погибнет японцев? Это вот как бы, кто их там считает, да. То есть, вот такой вот примерно расклад, о котором я хочу сказать. Ну, я считаю, что как бы все-таки Америки, если вдруг такие все-таки проекты, если они осуществляются, я думаю, что следующее будет все равно Америка. Не вдеваться просто некуда. Нет, ну а японцы, конечно, тоже бы снимать, что такая угроза, возможно? Какие-то превентивные меры будут принимать? Да, если я не слисовывал, то, судя по всему, аналогичный, грубо говоря, контейнер с объединенным ураном. Уже готовится. Уже затоплен недалеко, а потом убережит США. Осталось только проплыть и дать на него сигнал соответствующий. Ну, как бы неправдоподобно все. Неправдоподобно? Да, а чего так? Веришь в гуманизм и западные социализации? Нет, нет. Просто уж как-то. Ну, слишком прямолинейно, я бы сказал так, да. Потому что все-таки все эти заговоры, они обычно многоходовые, очень хитрые и непонятные. А так вот, говорим, больно прямолинейно. Заложили заряд, волна пошла и все. Ну, а что, как раз не линейные решения. Похоже, не линейные, сяду линейные. Нет, она не линейная, как и чисто американская. Нет, американцы любят решать проблемы силы, да. Таким образом. Мы это видим. Типа хопа, хопа, там, кризис на пузырье на Даткома, а тут у нас мировой торговый центр обрушился. Опаньки, ей повезло. Опа. Типа, опа, как-то так. Ну, как всегда в этом что-то есть. То есть, чисто американское решение. Потом хопа с ценой, мы страдаем. По телефону показываем. Потом это хераси. И нет ей по мне. И тут же, ооо, помышленность загружена. Цены на зерно пошли вниз. А, то есть, если они убирают японскую экономику, то это как роздок для европейской и американской. Да, роздок для европейской и американской. Ну, ты подумай, ну, и снижение... Руки там заводятся не будет. Цены вниз пойдут. Русских опустят. Ну, у нас-то вряд ли опустят. Опять, проблема нехватки урана решается тут же. Значительно честно. Понимаешь, на самом деле, это все кажется так. Европе выгодно именно с нами торговать. Поехали. 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 Поехали.